Новым ворам не быть. На турецкой сходке продлили моратории шакры молодого. На авторитетное собрание прилетела малява от Захария Калашова. В Турции прошла одна из самых больших за последние годы сходок воров в законе. Как сообщает Разбалт, законники собрались на одной из частных вилл в пригороде Стамбула. Отметились более 30 воров в законе, в том числе Рамас Дзниладзе, Рамас Кутаиский, Кабах Влидиане. Каба Сухумский, Ройнуглава, Матевич, Ираклий Каличава, Хуту, Георгий Мукбняня, Гишашо, и многие другие. Главным вопросом обсуждения должно было стать поведение Давида Чхикришвили, Дата Сургутский, и Тимура Занимси Цверидзе, Срипа, короновавших авторитет Ахтама Якубова, Ахтам Самаркандский. Это, напомним, было негативно воспринято остальной воровской массой, которая посчитала их решения не правомерными, а самого Якубова недостойным быть вором. По мнению многих воров, в том числе и входящих в общий с крестными кутаиский клан, не развенчанный ранее зять Срипы, Тимура Счурадзе, Алико Шошия, не находящийся под конфликтом Роман Джафаров, Ромик Курт, не трижды уже лишенный статуса Романа Хмаладзе, Рома Батумский, не имели права кого-либо короновать. Что касается даты Сургутского, то среди его крестников Ахтам уже не первый, кому так и не удалось удержать свой титул. Свои претензии им даже высказывали представители дружественного сухумского клана, Мирабахия, Баха-Баха, Иракли и Каличава, Хуту, Кабах в Лидиане, Каба Сухумский, Иакакий Тугуши, Энсо Батумский, которые оказались не в курсе той злосчастной коронации. В упрек же и самому Ахтаму Самаркандскому ставилось его недостойное поведение, о чем заявлял Хусейн Ахмадов. Хусейн слепой, припомнив, что когда Ахтам отбывал свой многолетний срок в тюрьме ОАЭ, то был избит чеченцами за то, что пытался навязать там свои правила. Это же подтвердил и Мираб Джан Гвеладзе, Мираб Сухумский, который, попытавшись разобраться в этой ситуации, специально пообщался с сидевшим вместе с Якубовым криминальным авторитетом Казбеком Дукузовым. Сейчас он находится в международном розыске по подозрению в убийстве редактора Форбия Спола Хлебникова. Однако на даты Црипу эти доводы никак не подействовали, и они всячески пытались уклониться от претензий законников. Изменить решение их заставило пришедшее в Турцию Малява от самого Шакра Молодого, отбывающего сейчас почти десятилетний срок в одной из колоний Краснодарского края. В нем он напомнил о решении глобального воровского саммита в Ереване в 2015 году, на котором был наложен запрет на новые коронации, с чем тогда согласился и присутствовавший там дата Сургутский. Поэтому теперь ему предлагалось добровольно лишить Ахтамы титула, в противном же случае эту участь может постить чужая самого дата. Оценив ситуацию, даты Црипы связались с Рамазом Дзниладзе, Рамаз Кутаиски, и объявили, что дают за днюю при условии, что к ним не будет приняты мер по воровской линии. В итоге на сходке под Стамбулом этой истории не стали уделять особо пристальное внимание. Собравшиеся воры в законе лишь еще раз согласились с решением саммита в Ереване о запрете на новой коронации и продлили его действия до нового собрания под предводительством шакры молодого, чей приговор предполагает нахождение в местах лишения свободы до 2026 года. Тем не менее, решив вопрос с Репаидата, У законников еще остались вопросы к участнику братского круга Гафуру Рахимову, Гафур Черный. Как ранее сообщал Азадлик, узбекское отделение Радио Свободы, в тюрьме Оаях Тамсамаркандский познакомился с племянником Рахимова Равшаном Мухеддиновым по прозвищу Равшан Золотой и через него вошел в воровской круг. Сам Гафур после разразившегося скандала с коронацией заявил, что не имело отношения к произошедшему. Однако, по информации воров, он уже давно хотел, чтобы в Узбекистане появился вор в законе, подконтрольный ему, который мог бы противостоять единственному криминальному генералу в этой стране Бахтиеру Кудратулаеву, Бахти Ташкентский, для чего и был выбран Ахтом. Пока Гафуру сделали предупреждение, чтобы он не влезал в дело семьи.